Расскажи, что можно с этим сделать? Во-первых, не бухать. Это вообще не решает вопрос. Это круто. Хватит. Ну там делать свои дела, нос не трогай. К нам тоже не надо залазить. Но чем замечательна криптозима? На самом деле, в криптозиме есть свои плюсы. А что быстрее будет расти биток и эфир? Кто знает? Да никто не знает. А если это в эфире сама комиссия дорогая? Как биткоинов оказывается вообще в экосистеме эфира? Какой курс эфира? Кто-то думал вообще, откуда эти данные берутся? В криптоиндустрию заходить это минимум год, а желательно расчет 2-3 года, чтобы ты деньги эти не вытаскивал. А что разрешит СЕК поиметь токены, поиметь жизнь? Серьезно, все может соскамиться. Миллиарды долларов потекут в дот. Самый хороший заход в любой бизнес, когда люди не верят в это. Главное, что в жизни? Жить по кайфу. Россия не может в том объеме поставлять и будет очень больно всем. И вот я себя считаю красавцем. Меня же никто не называет, но в компании меня себя называют красавцем. Почему? Потому что я молодец. Жадность порождает бедность. Здорово, криптаны! С вами Александр. И у нас снова в гостях команда Web3Space Иван Деркач. Привет, Ваня! Привет, привет! Кстати, наш красавец, наш Рик, мы теперь тоже в майнинге, как многие нас упрекали. Слушай, пушка вообще потрясающая. Я просто раньше занимался еще в 2018 году, но очень красиво. Да, мы, короче, планируем его окупить, естественно, но окупить какими-то нестандартными способами. Знаешь, вот как обычно майнеры, они берут, да, там майнят, копят себе эфиры и потом стараются это делая, ну, максимум, да, там, застейкают. А хочется узнать вообще, а что можно сделать с криптой еще интересного, да? Поэтому мы тебя позвали, да, чтобы ты нам рассказал, какие еще есть возможности в крипте, в инвестировании. И вообще вот сейчас особенно такая обстановка, да, на рынке. Эфир падает, биток, ничего не понятно. Вообще, что происходит с рынком? Расскажи, пожалуйста. Ну, есть субъективная оценка непосредственно моя, да, то есть я могу ошибаться, чтобы кто-то тоже не думает. И позиция, в принципе, в App3Space, ну, в связи с тем, что мы с вами часто общаемся, вы так ее знаете, мы сейчас озвучиваем, да, для вашей аудитории. Мы думаем о том, что достаточно долго, не меньше, чем год, может продолжаться так называемая криптозима по ряду причин, связанные с макроэкономикой и с политическими, геополитические, да, ситуации, которые сейчас связаны. Плюс Китай с Тайванем, что немаловажно, да. И поэтому предпосылок, что все будет прям хорошо и наладится, и мы увидим серьезный бычий тренд, именно бычий тренд, не отскок какой-то, там, битка или эфира, там, процентов на 10, да, и обратный откат. Ну, мы не видим в этом, ну, просто чисто по логике. Ну, вот смотри, я вот сейчас смотрю, да, за рынком, вроде мы как-то так все плавненько снижались, 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 а вот сейчас, наверное, по эфиру такое резкое движение вниз, это как-то чем-то обусловлено, или это, ну... Так и по битку резкое движение вниз. Ну, у эфира там 1500, да, 1400 он был пробивал, а биток, так, 27, вроде 27 мы уже виделись. То, что, ну, тут вопрос, ну, смотрите, я не смотрю на то, как там, вернее, как лично я, ну и наши аналитики, мы смотрим, как там ведет себя, ну, в основном батя, да, как себя ведет, эфир, понятное дело, тоже надо отсматривать, но мы, в принципе, рассматриваем, какая общая капитализация рынка, то есть она там достигала пика там 3 триллиона, сейчас там порядка 1,3 триллиона, да, то есть, ну, мы плюс-минус понимаем, что есть форма того, что он опустится до 1 триллиона, я в целом говорю, то есть при условии, что будет 1 триллион, мы предполагаем, что это может быть, как раз таки, то дно, от которого мы будем закупаться, то есть, поэтому у нас в нашем криптопорфире есть всегда стриблкоин, вот, конкретно я до падения вышел на 60%, сейчас я докупаю какую-то конкретную, ну, какую-то конкретную фундаментальные проекты, которые относятся к категории блокчейн-инфраструктуры, мы в предыдущий раз об этом рассказывали, может быть, люди не совсем поняли, да, почему, потому что большой шанс того, что эту, ну, эти цифровую валюту, ее банально оставят, потому что, как показывает практика, что сейчас происходит, и что было на кризисе доткома еще тогда, да, там, в 90-х годах, 80% проекта просто исчезло, и мы на базе этого и выстраиваем финмодель в плане того, что, скорее всего, большинство количества, ну, 50% цифровых валют может просто исчезнуть, не в плане того, что они исчезнут как таковой, их может, там, с точки зрения СЕКа, да, заблокировать, или, там, признать какими-то, я не знаю, там, там, уже постоянно сейчас суду, суду... Ну, вот ситуация с Луной, это о том же мы сейчас говорим, ситуация с Луной, вот типа... Ну, конечно, это как один... Ну, мне кажется, да, когда кажется креститься, в данном случае, как бы, что креститься, да, и так, мне кажется, очевидно, да, то есть, кто-то залез на чужую поляну, то есть, ребята всю жизнь печатали деньги, да, зеленые деньги, да, кто-то взял и сказал, ребят, ну, мы сейчас будем свою печатать, свои печатные станки, да, и будем сами обеспечивать своим токеном, ну, ребят, вы куда зарезали? Есть ребята, скажем так, серьезные, да, которые давным-давно печатают деньги, ну, понятно, мы знаем и кто, да, 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 то есть, они увидели, что в криптоиндустрии стали печатать деньги, которые им не подвластны, да, это Waves, Terra Luna, да, то есть, ну, как бы, есть проекты, и все, они пока, на Waves, они просто поэкспериментировали, посмотрели, что же можно сманипулировать, а на Terra, ну, конкретно прокатились и сказали, ребят, ну, вы лучше сюда, ну, как бы, не стоит этого дела. Можно оценивать, как показательную такую порку. Конечно, показательная порка, да, в плане того, что, ну, так нельзя. Да, ну, хватит, хватит, ну, там делать свои дела, мы вас не трогаем, ну, к нам тоже не надо залазить, да, поэтому ожидать о том, что в ближайшее время прям будет какой-то вау-эффект, ну, я на это вообще не рассчитываю, то есть, есть определенные стратегии, которые можно зарабатывать там и в медвежьем, и в бычьем, и в боковом тренде. Ну, вот это, кстати, да, интересно, вот, например, да, сейчас, да, и нам, как майнерам, в том числе, тоже интересно, что надо делать, если вот мы, так скажем, уходим на какую-то такую криптозиму, да, условно там, которая будет длиться год, психологически же тяжело, да, смотреть на такие курсы, смотреть то, что все не очень. Есть ли стратегии, которые позволят сократить окупаемость, скажем, вот майнерского оборудования? Есть ли какой-то выход из этой? Да, нет, выход есть, да, по поводу психологически стрёмно смотреть, это относится не только как к майнерам, это вообще всех касается, вопрос, наверное, опыта больше, то есть, чем больше у тебя какой-то опыт есть, и когда там, если ты застал 17-18, когда там все падало, ну, сейчас полегче реагировать, а кто прям, ну, прям не застал этот еще, да, для кого-то первый раз им тяжело. Да, это реально очень сложно, и реально мысли не очень приятные, и хочется там, не знаю. Расскажи, что можно с этим сделать, как можно вот это? Ну, во-первых, не бухать, это вообще не решает, да, вопрос. Да, а второе, ну, есть определенные, ну, вот самая простая стратегия, которая на сегодняшний день мы считаем одна из самых эффективных, она называется ребалансировка, мы ее внутри себя называем переливой, суть в чем, что мы торгуем монеты относительно друг друга, без привязки к доллару, то есть, у нас есть эфир, ну, в данном случае на вас перевожу, да, потому что у меня немножко другие монеты, эфир в том числе есть, да, эфира обалденно можно торговать в паре к битку, то есть, соответственно, там плюс-минус за этот год, если циклы посмотреть, там порядка шести, ну, еще раз, цикл это когда, это когда… А ты можешь показать вот на примере графика, может быть? Да, не вопрос, то есть, что такое, что такое перебалансировка или перелив, да, то есть, когда вы за счет того, что продаете один токен и покупаете другой токен, и на этой разнице за цикл, да, у вас получается дополнительный баланс того актива, с которого вы заходили, в данном случае, если мы рассматриваем эфир, ну, плюс-минус у нас как июнь, август, сентябрь, ну, вот с августа возьмем, да, то есть, банальный вот пример, пара эфира… Ну, это за год, да, дистанция в год? Да, ну, да, в данном случае мы всегда торгуем в промежутке, но это уже более сложная модель, ну, сейчас проще, да, может быть, в следующий раз как-то более детально это разберем, и получается, то есть, за этот год, ну, если так среднюю взять, ну, плюс-минус циклов у нас сколько было, то есть, вот здесь был эфир, ну, допустим, вот здесь первый цикл эфир можно было продать и купить биток, то есть, грубо говоря, у вас есть эфир на 1000 долларов, вы продаете этот эфир, ну, одна из стратегий, ну, это очень примитивная стратегия, продаете на 1000, на 1000 покупаете битка, то есть, у них есть коэффициенты между собой, после того, когда эфир, тут вот тут мы продали, то есть, он дороже к битку, после того, когда, в связи с тем, что у нас биток образовался, а вы, в связи с тем, что майнер, у вас же постоянно эфир образуется, у вас битка нету, в данном случае у вас уже появился биток, да, все, после того, как биток укрепляется к эфиру достаточно серьезно, то есть, цикл тут плюс-минус составляет порядка 10-15%, вы биток продаете, и продаете, покупаете эфир, в данном случае у вас дополнительно за цикл может получаться, вы продали один эфир, вот тут сложная, тут очень такая тонкая модель, тут нету привязки к доллару, то есть, я изначально сказал к доллару, ну, неправильно это в соотношении, то есть, у вас был один эфир, вы эфир продали один, да, получили энное количество битка, потом, когда биток стал дороже эфира, это на трейдинг-ю можно пары смотреть, кстати, пара биток эфира так есть, да, и, соответственно, вы потом биток продаете, и получается не один эфир, как было до этого, 1,2 там, ну, 1,1, допустим, то есть, на 10%, потом в обратную сторону, опять вы уже 1,1 продаете, покупаете, и за цикл, если вы делали только всем депозитом, что мы не рекомендуем, потому что нельзя заходить в сделку, если у вас есть только один эфир, постоянно в биток, то есть, вы зайдите там на 30%, и все, вот этим 30-ю играете, да, и когда, то есть, если за год взять, то порядка 70% можно было в эфире сделать, то есть, только в паре эфир биток, я не говорю о том, что есть другие пары, эфир дот, эфир салана, но эфир биток, он наиболее предпочтительен, почему, потому что нельзя переливаться в тех монетах, у которых сильно большая разница по капитализации, но нельзя там из эфира, допустим, переливаться в кусаму, ну, почему, потому что у эфира капа одна, а у кусама вообще другая, то есть, вот мы плюс-минус высчитали, по своему алгоритму, что капитализация, именно в рынке, которая сейчас, должна быть не больше X10, ну, 11 там край, грубо говоря, если есть капитализация 1 миллиард долларов, то желательно использовать токен, у которого капитализация 10 миллиардов или 11 миллиардов, но если прям большая разница, ну, просто может быть перекос достаточно серьезный, желательно переливаться, или как-то, ребалансироваться из одной категории в другую, еще раз повторю, эфир, дот, салана, атом, биток, нир, это все относится к блокчейн-инфраструктуре, то есть, это у них свои блокчейны, вот, вот, в этих категориях, круто переливаться, но если там переливаться, допустим, из эфира в Юнисваб, у меня знакомые это делают, ну, я так не делаю, потому что я считаю, это немножко другая форма взаимоотношений внутри экосистемы, но благодаря вот такой, она для нас, она очень простая модель, просто ее не все используют, как из очевидного, потому что мне тоже раньше был затык, что значит, я из эфира в биток буду переходить, зачем, я же в долларе торгую, и вроде как все в долларе, ну, соизмеряют, ну да, да, но в связи с тем, что сейчас с долларом происходит, очень предпочтительно, наоборот, находиться в крипте, да, вот именно в крипте, не в стейблкоинах, это не говорит о том, что избавляемся от стейблкоина, стейблкоина мы держим, на случай, если просадка идет, чтобы докупиться и усредниться, это круто, и благодаря, да, и благодаря этому, сколько у вас окупаемости, ну, я знаю, что она плавающая, сейчас, наверное, три года, да, надо будет посчитать, то, что вот курс это, с учетом нынешних курсов, надо пересчитать, то есть, последний раз считали, там около трех лет, да, получалось, да, еще, кстати, чем круто система, как, давай переливы будем называть, ну, давай переливы, да, ну, мы вот привыкли, так, в интернете нет такого, названия переливы, просто мы придумали, вот так, ну, типа, из эфира мы переливаем, в биток, из битка дальше, переливы, да, вот я считаю красавцем, меня же никто не называет, но в компании мне себя называют красавцем, почему, потому что я молодец, ладно, а вот как проанализировать, допустим, что, допустим, сейчас есть смысл перелиться, или это вот какая-то, ну, слушай, есть достаточно, ну, мне как рядовому, да, майнеру, мне как понять, что, да, но если вот мы посмотрим сейчас на график, сейчас видно, что из эфира в биток переливаться не стоит, почему, потому что у него показатели достаточно низкие, а из битка в эфир, если угодно, из битка в эфир замечательно, вот тут надо рассматривать не только биток, я говорю, эфир можно переливать, хоть вот сейчас будет, блин, сейчас будут сам себе противоречить, в чем, что есть соотношение капитализации, но есть проект, тут надо понимать, какой блокчейн, какую структуру веб-3 закрывает, вот эфир, это смарт-контракты, то есть это старые, ломанные смарт-контракты, но это не значит, что эфир пропадет, это, ну, как он уже устоял, он уже занял свое место, да, но опять-таки те проекты, которые достаточно более подкованы с точки зрения взаимодействия внутри, веб-3, веб-3, что такое, переход с веб-2 на веб-3, это НИР, Атом, да, полкодот, ну, это как бы конкретно проекты веб-3, вот конкретно проекты веб-3, вот в них можно переливаться, почему, потому что эти проекты, они останутся, да, может быть цикл сделки будет дольше, да, то есть мы, но мы заходим по циклу как, то есть нам хватает там 5, ну, максимум 10% на цикле, смотря в каких парах, вот допустим, Атом, ДОТ, вообще прекрасно себя чувствует, но я думаю, вам это не будет интересно, потому что вы добываете эфир, в данном случае, эфир к ДОТу тоже классно смотрится, к АТОу менее предпочтите, может, у АТОу меньше капитализация, к СОЛАНе тоже можно, но я считаю, что СОЛАНа переоценена, вот тут надо еще учитывать фактор, а насколько переоценен тот или иной токен, при множестве факторов, получается достаточно простая модель, Я, кстати, знаю, что для этого очень хорошо помогает ваш бот, он очень помогает вот это проанализировать, стоит там или не стоит входить в тот или иной, Да, тут еще есть такая предыстория, продукт не создавался с точки зрения монетизации, продукт создавался с точки зрения упрощения работы нам, потому что у нас есть, ну, как бы, свои аналитики, у меня есть свой портфель, да, вот там у фаундеров, там у Дениса, у Стаса, ну, у них тоже есть свой портфель, и мы это создали для того, чтобы проще было управлять, то есть, чтобы мы понимали, что проект там не переоценен, что он в паре ходит, хорошо, ну, в системе перелива, да, вот сейчас, допустим, эфир, мы считаем со своей стороны, что у него есть куда падать, почему, потому что, если взять период с 1 января 2021 года, взять биток, эфир, и, допустим, полкодот, да, то мы можем увидеть, что на сегодняшний день, эфир намного выше цены, чем был тот же самый биток, то есть, я могу, ну, в боте, там, порядка 400% у него от минимальных показателей, если мы берем с января, да, и в связи с тем, что рынок-то упал, и все думают, ну, рынок упал, все, падать больше некуда, вот битку меньше, есть шансов куда-то упасть, чем эфиру, потому что эфир еще не достиг тех значений своих цены, поэтому рассчитывать на то, что, ну, кого-то сейчас расстрою, да, ну, ну, давайте так, надо работать по факту, то, что есть, то и есть, да, и все, но чем замечательна криптозима, на самом деле, в криптозиме есть свои плюсы, просто в зиме есть плюсы, снежки, Дед Мороз, я не люблю, честно, зиму, и особенно криптозиму, но, да, но если посмотреть график крипто, ну, вот, когда была криптозима, там очень хорошие коридоры образуются, в связи с тем, что риквидность-то не такая, то вот эти коридоры, они достаточно плавные, потому что, если, обратить внимание, вот, когда там пик был, ну, смотри, какие-то, вообще горы какие-то, да, ну, давай посмотрим, какой там, не хай, а вот, давай посмотрим, 21-го год, давай 20-21, ну, давай будем рассчитывать, вот, видишь, плюс-минус, ну, не такой серьезный коридор, как здесь, но заработок то же самое, то есть, проценты выражений выходят то же самое. Те же 10-15 процентов? Ну, 5-10. 5-10. Да, 5-10. Я говорю, чем быстрее вы выходите из сделки, то есть, ну, давай так, жадность, порождает бедность, жадность порождает бедность, и получается, тут не вопрос, чтобы мы ловили вот эти, большую разницу на цикле, вопрос в том, чтобы мы поймали свои 5 процентов и вышли, наша задача, сохранить то, что у нас было в эфире, но если, допустим, мы не угадали, то есть, есть же риск, ну, да, мне кто-то говорит, а если ты не угадаешь, ну, ну, такое может, конечно, может быть, да, никто тебе не гарантирует ничего, да, но просто я останусь, ты тоже в хорошей монете, а вопрос, а вопрос, тренд, бычий тренд пойдет, а что быстрее будет расти, биток и эфир, кто знает, да никто не знает, если кто-то в комментах напишет, откуда он это знает, ну, будет прикольно, но я думаю, это из образа догадок, да, кто-то на картах Таро гадает, я не знаю, и поэтому вы уже находитесь не в одном активе, вы уже находитесь в двух активах, а если вы используете еще к доту, допустим, у вас, благодаря тому, что вы добываете эфир, уже в порфире 3 фундаментальных монеты, очень фундаментальных, биток, эфир и дот, а если вы заработали излишки, допустим, и вернули свой эфир, у вас образовался дот, да, то есть вы сделали цикл, забрали свой эфир, который вы изначально, у вас был один эфир, ну, который намайнил, да, вы один вернули, но у вас еще, допустим, там, 20 дота лишних осталось, 20 за счет перелива, вопрос же, так с дотом же прекрасно работают другие пары, там порядка 10 пар уже подходят, там, ни, там, они, ну, тут мы входим уже в такую работу, в монотонную по переливам, да, да, но тут есть такой момент, ой, это геморрой, это сложно, да, это геморрой, да, это сложно, это примитивно по своей натуре, на самом деле, это не очень сложная модель, а вопрос в другом, чтобы вовремя принимать решение, а как вовремя принимать решение, тебе нужно получать какие-то оповещения, чтобы ты понимал, во-первых, а, какие пары ты используешь, и правильно ли ты пары используешь, я говорю, там, порядка 10 тысяч монет торгуются, да, если мы берем и понимаем, что нельзя там использовать эфир в паре, какой-нибудь токен, у которого там 10 миллионов капитализации, это бред, да, ну, как, зачем, мы уже сильно урезали, вот вроде очевидные вещи, но многие это не понимают, да, а потом, когда вы это заработали, использовать другие пары, для того, чтобы раскрыть в других моментах переливы, то есть получается такой серьезный симбиоз, и мы для себя, как раз таки, разработали вот эту модель, что ведем учет в самом, сейчас будет в нашем продукте, в боте, сам учет, потому что, представляешь, ты, ну, допустим, ты продал эфир, а сколько у тебя было эфира на тот момент, да ты через, там, допустим, цикл сделки у тебя месяц, да ты через месяц уже забудешь, хорошо, ты в Excel записал, так у тебя же еще на майнинг эфир приходит, а что, а прикинь, ты в этот эфир тоже зашел в цикл сделки, там ты к битку зашел, а тут к доту ты зашел, и получается, блин, а где это вести, да, а дальше, хорошо, ты вышел в сделки, действительно годового периода, и получается, мы вот эту систему для себя, как раз-таки придумали, некая система учета получает, да, то есть, когда ты видишь, когда у тебя излишки, что такое излишек, это излишек, который ты можешь потратить на бытовые нужды, многие сейчас говорят о стейке в геймфарминге, да, в чем риски, во-первых, могут взломать смарт-контракты, если хороший, допустим, сам смарт-контракт, да, где можно застейкать, там, допустим, под 12% годов, хотя в эфире таких, я не знаю, я не знаю, в эфире не видел, но, да, ну, допустим, допустим, да, то есть, ну, во-первых, если это в эфире сама комиссия дорогая, ну, да, то есть, тебе же надо смарт-контракт подтвердить, потом обратно вывести, но, как показывает практика, вот банально, системы переливов, уже все, мы приняли, да, так называть, она намного эффективнее любого стейкинга и фарминга, потому что у фарминга свои, мы с тобой на эту тему тогда общались, да, когда ты мигришь, Ваня, а вот почему тут тысячу процентов, почему невыгодно, да, потому что это токен, который вообще не фундаментальный, его ушатали, а ты фундаментальный токен, пытаешься фармить с какой-то шляпой, ну, по частогану, да, и получается, эта шляпа обесценилась, и что дальше? Это про историю с панкейксвабами, когда, да, я зафармил себя в панкейксваб, ты про эту историю говоришь? Да, она упала там в пять раз. Да, да, то есть получается, у тебя тысяча процентов, но у тебя токен упал в пять раз, и получается, даже свои не можешь вернуть, ты просто сидел бы в битке, или в эфире, ты бы лучше себя чувствовал в финансовых планах, и поэтому наша задача не уходить в какие-то вот такие крайности, то есть ты, ну, давай так, вот ты хотел бы, как, еще раз повторю, вот ты добываешь эфир, да? Да. Хотел бы, чтобы у тебя был биток. Ну, конечно. Конечно. Особенно халявный. Да, не, ну, халявный он образуется по циклам сделки, да, но опять-таки, вы же и так эфир добываете, то есть, ну, у вас просто один токен, то есть, вы не можете в тренд попасть, если у вас не будет тренда по эфиру, вы не попали в тренд, а вдруг будет тренд по, еще раз говорю, по битку, а вдруг тренд по ниру будет, а вдруг тренд по доту, и благодаря одному действию, вот этому, да, системному, четкому, понятному, ну, при условии, если все оцифровано, а мы-то оцифровали, да, вот у нас в следующем месяце, мы это как раз запустим, мы с вами ведем переговоры, кстати, да, можно забежать вперед? Давай. Да, мы для, ну, в связи с тем, что у нас есть уже наработанная база данных, аналитика, да, мы вот специально для майнеров делаем такой продукт. Ну, это такой анонс, это ждите, потом он выйдет, будет крутая штука. да, я думаю, вам будет поприкнуть, может, парни что-то свое разработали, у нас это тоже готово, поэтому ничего нового, мы просто соединяемся, чтобы было по кайфу. Главное, что в жизни, жить по кайфу, да? Ваня, скажи, пожалуйста, а вот как вот простому майнеру, сбалансировать свой портфель, если он, у него вводные данные, это только эфир, есть ли какие-то рекомендации, или у тебя опыт есть какой-то, можешь вот поделиться этой информацией? Опыт есть, рекомендации есть, так, мне сейчас надо будет переключиться, потому что у нас есть портфели, которые мы формируем для себя, без майнинга, то есть, как они выглядят, то есть, в первую очередь, мы всегда в наличии держим стейблкоины, всегда, то есть, в какой пропорции? Минимум 30%, минимум 30%, да, то есть, ну, тут надо еще и рынок понимать, то есть, мы тоже придумали свой алгоритм настроения крипторынка, потому что там есть теханализ, есть там индекс страха и жадности, кто-то там индекса NASDAQ, кто-то по индексу страха и жадности, фонды, все это в целом прикольная штука, да, но мы пошли немножко другим путем, взяли блокчейн Битка, в связи с тем, что у нас есть достаточно большие квалификации, агрегирования данных и их обработки, мы там прошерстили порядка тысячи кошельков, которые, ну, с биткоинами, где есть биткоин, да, хорошее количество биткоинов, и даже не очень, да, хорошее количество, и, у нас просто был интерес, а есть ли такие кошельки, которые, ну, допустим, мы берем за год, вот за год было, допустим, допустим, да, за год было 3 хая, где, по идее, было бы идеально продавать, да, и есть там 3 периода нижнего диапазона, где было бы неплохо покупать, да, идея же банальная, да, мы такие думаем, а давай мы все прошерстим эти кошельки и посмотрим, а есть ли там такие кошельки, которые, блин, реально, там, 9 из 10 они угадывали, оказалось, что есть, да, и на базе этого мы не знаем, чьи это кошельки, вообще без понятия, чьи это кошельки, ну, просто мы это называем smart money, ну, есть такая терминология, да, то есть, ну, ребята как-то, каким-то макаром угадывают рынок, то есть, мы все за этими кошельками следим, на базе того, когда мы еще там индекс страха и жадности, мы такие, окей, то есть, большой долей вероятностью, эти ребята, в тот раз не ошиблись, может быть, в этот раз, мы не гарантируем, что это будет так, но, блин, для нас это уже метрика, как показывает практика, метрика очень хорошая, соответственно, на базе того, когда мы формируем портфель, нужно понимать вообще, какой крипторынок, но в связи с тем, что вы просто на регулярной основе добываете эфир, максимально стараться фиксировать эфир, ну, на бычьем тренде, да, на бычьем тренде, чтобы был стейблкоин, вопрос, скорее всего, для майнеров стейблкоин тоже важен, ну, ты знаешь, вот для майнеров, допустим, вот для нас как майнеров, какая логика, да, то, что мы майним, да, и то, что мы наманили, мы холдим, и ждем вот именно какой-то четкой отмашки, чтобы зафикситься, ну, то есть я принимаю для себя парадигму, что мне там надо зафикситься на 5 тысяч долларов. А что такое четкая отмашка? Это как? Ну, допустим, я точно для себя принимаю то, что я не буду фикситься там на полутора тысяч долларов или на двух тысяч долларов, то есть я буду ждать и терпеть этот период, а будет 5 тысяч долларов, я по необходимости своей надобности, ну, чисто даже психологически, я там зафиксюсь там на 30, 50 или 70 процентов, и так, мы так и учим свою аудиторию, и скажи, правильно это неправильно вообще, так. Слушай, я не, в данном случае, это немножко, да, это немножко другая система, потому что вы изначально получаете эфир, то есть у нас эта система, у нас наличие, ну, да, стейблкоины наоборот, ладно, рубли, потом стейблкоины, да, фиат, да, и поэтому мы, ну, как бы у нас есть возможность зафиксировать сразу какое-то количество стейблкоинов для просадки, да, дальше из чего у нас все состоит, это 40 процентов фундаментальной монеты, о которых я уже сегодня много раз говорил, то же самое, биток, эфир, атом, мир, то есть фундаментальные блокчейн, инфраструктура, потом у нас порядка 5 процентов уходят на оракулы, оракулы, это Чайлинк, Бен протокол, Дия, Блюзель, да, то есть, ну, как бы это то, без чего не может существовать экосистема, то есть в принципе, то есть невозможно существовать экосистемы, то есть нужны по-любому, по-любому, а как блокчейн получит данные о том, какой курс, какой курс, банально, то есть вот какой курс эфира, ну, кто-то думал вообще, откуда эти данные берутся, то есть, ну, кто-то думает, они с CoinMarketCap подтягивают. Как блокчейн может стянуть данные у CoinMarketCap? То есть это протокол, это код. Есть специальные токены или категории, называется Oracle, которые агрегируют все эти данные, но сейчас очень примитивно, и соответственно сам блокчейн обращается к ним, чтобы понимать, какая ценовая позиция находится, и все. И они между собой так и взаимодействуют. Chialink один из топов, считается. Без чего еще не может существовать сама экосистема без мостов. Вот вопрос, как ты мне с блокчейна эфира передашь эфир на блокчейн Polkadot? Это же разные вообще сущности. Я не задумывался. Для этого существуют мосты, мосты, которые, соответственно, балансируют. То есть они тут замораживают этот актив, а на другом блокчейне, там есть три вида мостов, там один из них я рассказываю. То есть метод, как это все происходит. Здесь замораживается, а тут появляется обернутый. Есть же там обернутый биткоин. Как биткоин оказывается вообще в экосистеме эфира? Там есть BTC, а есть WebBTC. Это просто как раз и есть мост, который там заморозил, на блокчейне BTC этот биток, и он появился такой же равнозначный на эфире, чтобы там можно было стейкать. И все, поэтому без этих экосистем, ну это как бы суть теряется. Это как машина без колес. То есть может машина ехать там без колес? Ну нет, наверное не может. Это тоже 5%. Плюс еще у нас из категорий, которые мы чуть-чуть инвестируем, чуть-чуть. Это тема трендовых тем. Это геймфай. То есть геймфай, да, мы тоже инвестируем, но опять-таки мы залетаем в один проект. Если мы берем один проект, блин, это 0,5-1% от портфеля. То есть чисто не побаловаться или как надо? Нет, почему? Потому что это тренд. Ну просто можно, допустим, сделать x10. Ну 1% сколько портфеля будет занимать уже? Ну 10, да. Ну это уже прилично же. Допустим, по поводу нашумевшего степа. Ну да, я заходил, я не как многие там заходили, там последние отдавали и все, там сейчас просадка и жуть. Ну как бы я зашел, у меня 1,5% от портфеля. Ну я выводил, нахожусь я сейчас в печали или убытке? Да нет, я не нахожусь. Я при своих остался. То есть я не успел, как говорится. Я не серия того, что я такой. И здесь мы угадали. Да нет, ну как бы я тоже попал с этой темы. Но мне эти там 1,5% моего портфеля, даже если вообще это пропадет, ну я и шел на этот риск. Почему? Потому что это риск. Такая диверсификация, да? Да, конечно. Ну если ты хочешь в долгосроке, все-таки, ну все понимают, если в криптоиндустрию заходить, это минимум год, а желательно расчет 2-3 года. Да, то есть как бы, чтобы ты деньги эти не вытаскивал. И все. В этой парадигме намного интереснее всегда будет смотреться там эфир, биток. Полка дот, наверное, еще раз буду перечитать. Поэтому у меня у нас 40% составляет. А вот Ваня, а вот сколько вообще было бы хорошо держать токенов в портфеле? Вот как портфель сбалансировать? Какое количество? То есть если у меня там эфир, биток, дот, это нормальный портфель или это вообще не портфель? Не, ну как, почему это портфель? Или это портфель, кошелечек? Не, эфир это тоже портфель, да. Вопрос диверсификации, да. То есть чем больше у тебя фундаментальных, блин, ключевой параметр, фундаментальных проектов, тем больше шанс, что ты как раз и поймаешь за усы, это какой-то проект, который может вырасти. Вот, допустим, может ли там пульнуть НИР? Я еще раз говорю, да может, конечно, пульнуть. Но мы же не знаем, что лучше из этого. То есть какой-то из блокчейнов точно будет расти. Ну я к тому говорю, ну то есть смотри. Давай так, ответ. Если брать блокчейн инфраструктуру, вопрос, когда ты заходишь. То есть проект же может быть переоценен. Если мы используем систему, чем хороша система, допустим, перелива, ты к паре друг друга смотришь, да. И вот, допустим, ты благодаря эфиру у тебя там сформировалась за счет вот этой стратегии, там, допустим, три месяца ты переливал, у тебя цикл сделки возврата был, и ты можешь там уже иметь в портфеле, допустим, порядка семи токенов блокчейн инфраструктура, семь токенов уже есть, да. Если это был бычий цикл, ну сейчас медвежий цикл, да, у тебя появилась там система стаблкоинов для того, чтобы усредняться, да, банально докупиться и продать, ты же на этом можешь, да, можешь просто выйти в кэш, если деньги нужны. Соответственно, у тебя есть токены категории мостов, это два токена в основном, оракулов, да, то есть и получается порядка 15 токенов у тебя, да, 15. Особенно это точно связано, когда проект только недавно человек заходит, мне каким-то макаром случайным, да, оказывается там порядка 50 токенов в портфеле, ну, во-первых, это какие-то вообще непонятные токены. Вот я как раз про это хотел тебе сказать, то, что… 15, хорошо, до 20. Может человек просто залетает, да, такой, и он начинает себе портфель там накидывать это, 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 и у него там 50-100 токенов. Слушай, ну давай так, ну, во-первых, когда человек накидывает, он вообще не знает, что он покупает. Ну, да, да, как правило же люди, ну, не им сложно понять. Да, почему мы акцент делаем на категории, то есть у нас вообще, когда мы ведем АМ или там консультации, да, или просто кто-то там приходит, он сам продукт сделал, у нас самый большой акцент на категории, то есть мы все видим в рамках категории. Почему? Потому что категория блокчейн-инфраструктура – это тренд развития Web3, вот биток, эфир – это тренд. То, что будет там в ближайшее десятилетие. Конечно, конечно, и все, и на базе этого, если ты формируешь вот так портфель, ты четко понимаешь вообще. То есть мы закрыли тренд вот этого движения в экосистеме, еще раз повторю, у нас есть блокчейн-инфраструктура токена? Есть. У нас есть оракулы? Есть. Они необходимы? Да, необходимы. У нас есть мосты? Есть. У нас есть тейблкоины? Есть. Ну, соответственно, мы максимально подготовились к тому, что если вдруг будет какой-то тренд, то, соответственно, мы к этому тренду готовы, потому что… Я понял. То есть мы подготавливаемся, если вот как разворачивается рынок, да, мы из каждой категории имеем там один-два токена. И это, как бы, можно взять, как за правило. Ну, в случае блокчейн-инфраструктуры не один-два, желательно там семь иметь, я перечислял, да. Допустим, там в мостах можно и два, да, там в оракулах, ну, там четыре, да, можно. Еще там чайлинк, ну, прям сразу, блюзель, диа и бен протокол, ну, один из самых-таки популярных, да. По мостам, ну, и сразу, да, чтобы, как бы, это мультичейн, очень классный проект, недавно появился, кстати. По нашему боту, если пробивать, тоже хорошая тема, и All Bridge. Да, All Bridge, это, кстати, русскоязычные ребята разработаны. Тоже классный проект. Да, тоже классный проект. Так что вот так. Знаешь, еще один интересный момент, вот по вашему боту очень крутой продукт, я сам пользуюсь с удовольствием. И, ну, там вот все токены, которые вот он анализирует и выдает в результате. Скажи, вот эти токены потенциально ведь могут только отстрелить, когда глобальный тренд развернется. Есть ли вариант там поймать токен или поиметь в свой портфель такой токен, который именно в данной ситуации, вот в нашей такой условной криптозиме может отстрелить локально? Да. Так скажем. Поиметь токен, да? Да, но иметь токен. Поиметь жизнь. Ну, смотри, тут надо еще раз вернуться к макроэкономике. То есть, наверное, правильный был бы вопрос, ну, с моей точки зрения, да? Это какой может быть тренд в ближайшее время в эту криптозиму? Да, кстати, это хороший вопрос. Какой тренд? Ответь. Я не знаю, я пошел. Нет, нет, у нас есть ответ, то есть, мы долго над этим думали. Смотри, сейчас что интересное происходит. В этом году, скорее всего, будут достаточно серьезно регулировать криптоиндустрию. В России или глобально? Вообще глобально. Россия, она относится к глобальности. То есть, если кто-то думает, что Россия это отдельно от всех. Ну, я просто уточняю, чтобы было понятно. Да, и получается какая? То есть, сейчас будет достаточно серьезный прецедент на базе того, что какую-то, какие-то конкретно токены признают официально сек. Вот сейчас, заметь, что сейчас происходит. Говорят о том, что грязный биткоин. Почему об этом говорят? Типа энергию там тратят. Ну, да, не зеленая энергетика. Да, это чушь полная. Диалог об этом идет. И, соответственно, там идет суд. С Бильгией сейчас идет суд. Это связано со многими причинами. Плюс еще отношения внутри страны достаточно сложные. До сих пор с Риплом идет. С Риплом, да. С Риплом суд даже проиграли уже. Ну, они, то есть, не просто так все это оттягивается. Да, то есть, и мы даже сейчас планируем вводить в следующем месяце, у нас будет такое достаточно серьезное исследование на базе того, какие критерии подойдут для того, чтобы те проекты, которые есть сейчас в рынке, примет сек. Вот это ключевой параметр. А что разрешит сек использовать и это не заморозить? Он скажет, все, судов не будет, вы красавцы, вы молодцы. И как ты думаешь, если будет такая отмашка, вырастут ли эти активы? С учетом того, что эта отмашка будет крупным игрокам. Я думаю, конечно. Там вообще пушка будет. Понимаешь, мы сейчас больше сюда смотрим. Переливы – это замечательно. Это стандартная классическая схема приумножения денег. Классическая. Я считаю, одна из самых нерискованных. То есть, я не говорю, что там рисков нет. Риски вообще есть, в принципе, если ты в криптоиндустрию заходишь. Но они достаточно сужены. Еще раз говорю, потому что ты не фиксируешь в долларе ничего. Но ты в любом случае в каком-то активе. В чем в хорошем активе. Я почему говорю, когда ты понимаешь, куда ты инвестируешь. Это очень круто. То есть, почему мы говорим ДОТ? Вполне возможно, ДОТ еще год не запустится. То есть, у него ликвидности не будет. Но проект-то хороший. А он может принять? А, допустим, прикинь, сейчас Секу его примет. А он может соскамиться? Конечно, может. Да все может соскамиться. Да нет, серьезно, все может соскамиться. Вопрос, что ты подразумеваешь по словам скам. Есть у него признаки скама, как у Террелуны. У него нет алгоритмического стейблкоина. То есть, он достаточно в этом плане подготовлен. То есть, ДОТ, кстати, в этом плане попасть на роспись Секу, в плане как хороший проект, он много чего сделал специально, было видно. Мы с Дэном, с Тригун, мы с тем много общались. То есть, они так по-хитрому это сделали, чтобы не было предпосылок, чтобы с ними бодались. Поэтому, вполне возможно, ДОТ может быть не рабочей экосистемой, куда ликвидность не пойдет, потому что они еще не заработали. То есть, в полную мощь я имею в виду. Но Сек может их признать, допустим. А если признают, что будешь ДОТом, миллиарды долларов потекут в ДОТ. Потому что это мы здесь спокойно можем инвестировать. Но проживая на территории Америки, вам сложно инвестировать. Если вы крупный хедж-фонд, так все думают, хедж-фонд сейчас пойдет проинвестировать. Да ему СЕХ не даст банально, потому что это высокорискованные инвестиции. И как только будет подписана бумага, сюда можно. И какой-нибудь там микростратежи полетит туда. Представляешь, что может произойти? А допустим, три токена разрешат. Так они в три токена и зайдут на полную котлету. И что с этим токеном может быть? Х2, Х3, Х4. Да может, конечно, легко быть. Поэтому мы сейчас, еще раз, стратегия переливы. И второе, выявление трендов, то, что примет СЕХ. Мне кажется, это одна из трендовых тем, которая сейчас может быть криптозима. Вань, ну смотри, наша позиция такая, что мы не особо верим в такую затяжную и глубокую криптозиму. В какую-то коррекцию, возможно. Я тебе объясню нашу позицию. И, может, ты скажешь свое мнение. Вот смотри, не кажется ли тебе, что пока еще все эти законы не приняты? Пока у нас такое еще, так скажем, фри в этом отношении. И есть ряд заинтересованных компаний под конец года сделать еще одну свечу. Да, ну, заинтересованные компании, там, NVIDIA, AMD, Asus и Ижи с ними. Да, ну, как бы мы уже не раз рассказывали на эту тему, что им, как под выпуск 4000 линейки, было бы неплохо простимулировать продажи, да, как-никак приподнять еще раз эфир. И нам кажется, что на фоне вот таких глобальных происшествий, да, там, экономики мира, мне кажется, крипта может стать просто спасением. У меня всегда позиция такая. То есть я очень позитивно отношусь к жизни, да, но я всегда готовюсь к лучшему. Поэтому... Это правильная позиция. Да, говорить о том, что может ли быть так, что сейчас все вырастет, то я буду самый счастливый человек. Вот ты будешь счастливый, а я в два раза буду счастливее. Почему? Да у меня, потому что эфир тоже есть, у меня и биток, и у меня много другой валюты, которые мне бы сейчас, вот это за счет перелива избытка, да, мне бы сейчас вот бы их продать, было бы неплохо, да. Поэтому, ну, было бы круто. Но, знаешь, это утешать себя и верить в это, а прикинь, это не произойдет. Да, я понимаю. Просто, знаешь, интересно, а вот какие-то глобальные предпосылки к тому, что сейчас реально будет такая затяжная, там, годовая или двухгодовая криптозима, они, ну, можешь их озвучить? Слушай, давай так, когда мы рассматриваем почему-то, ну, я уже говорил сегодня, почему мы криптоиндустрию не рассматриваем с точки зрения макроэкономики? Это же одна из частей, да? Ну, да. Если сейчас будут, допустим, какие-то серьезные санкционные или даже военные действия между Китаем и Америкой, как ты думаешь, это положительно скажется на фондовом рынке? Я думаю, отрицательно. Причем сильные, отрицательно. Ну, насколько это? А если фондовый рынок упадет, если индекс NASDAQ, а NASDAQ это, ну, индекс IT-компании, да? Как это положительно скажется на криптоиндустрии? Если посмотреть предыдущую историю, да? То есть мы работаем по принципу закономерности. То есть, смотри, закономерности это что? Это когда что-то было, и на базе этого мы делаем, да, какой-то вывод. Вот, допустим, ну, как из серии, да? То есть следующий президент может быть там волосатым. Почему? Потому что закономерно до этого у нас лысый волосатый, лысый волосатый. Закономерно? Закономерно. Но может ли такое быть? Ну, может и не быть, понимаешь? Ну, опять-таки, ну, если мы по принципу закономерности смотрим, то всегда, если, допустим, индекс NASDAQ падает, то, как показывает практика, если в целом, да, период посмотреть, биток падает в два раза больше, чем индекс NASDAQ. То есть NASDAQ упал на 5%, биток упал на 10%. Если биток упал на 10%, альта падает на 20%, а эфир где-то посередине, на 15%. Да, и представь сейчас, допустим, Fandao упадет там процентов на 20%. Легко такое может быть. То есть логистические цепочки между Китаем, они достаточно серьезный вес имеют. Там будет просто коллапс какой-то. И поэтому шансы, еще раз говорю, шансы того, что может быть положительный исход, он маленький, он есть, да. То есть есть и шанс, что я сброшу вес. Есть. Да, но маленький. Потому что я не хочу заниматься спортом, понимаешь? Ну, я же могу захотеть, а тут шансы вообще минимальные. Вай, мне еще к тебе один, наверное, один из последних вопросов. Вот мы сейчас залетели в майнинг, ну, если это верить, да, аналитики, то на крипто зиме, на самый невыгодный, так скажем, период времени. И скажи, не зря ли мы это сделали? Не выгорит ли у нас это дело или нет? Слушай, ну, во-первых, если будет крипто зима и будет зима, уже тепленько. Слушай, а кстати, по чем обошлось вот это все? Ну, в этот рик мы вложили около миллиона рублей, вот. И, в принципе, сейчас он так и стоит по рынку. Может чуть дороже. А сильно упали? Я просто не особо слежу цены на оборудование сейчас. Пока нет. Ну, в течение года. Конечно, конечно. Ну, на сколько? Ну, примерно в два раза. То есть, вот раньше вот это плюс-минус год назад за 2 миллиона стоит. Да, 2 миллиона стоит. У меня есть мой товарищ, я с ним часто общаюсь, и у него очень интересная позиция, и она мне всегда нравилась. Он говорит, Вань, единственный риск, который может произойти, гарантированно на 100%, на 100%. Если те деньги, которые у тебя саккумулированы, ты с ними ничего не делаешь. То есть, мы говорим сейчас о покупательской способности. Имея сейчас 1 миллион рублей, через год мы не купим на этот миллион рублей то, что можно было купить год назад. И еще раз говорю, единственная гарантия потерять свои деньги с точки зрения покупательской способности, не делать с ними ничего. Вот это точная гарантия. Где увеличиваются шансы, если мы начинаем эти деньги инвестировать, то есть, вкладывать в какие-то проекты. Кто-то в бизнес вкладывает. Но бизнес сейчас достаточно такая сложная ситуация. То есть, вопрос, какой бизнес. Второе, в данном случае это бизнес. Конечно, безусловно. Манерик – это бизнес. Да, это бизнес. И как показывает практика, самый хороший заход в любой бизнес или инвестирование в том числе. То есть, это когда люди не верят в это. То есть, когда было выгодно покупать годов из банального. В 2013. Нет, когда он стоил 4 тысячи долларов. А когда он с 20 упал до 4. Кто-то покупал в тот момент? Да никто не покупал. Были единицы, но в целом масса не покупала. Почему? Да потому, что все боялись. Так же и сейчас. То есть, самые большие заработки, это как раз, когда люди перестают верить во что-то и начинают уходить с этого рынка. А если с этого рынка уходить, то освобождается денежная масса. Как я понимаю, тут принцип какой. Сейчас многие уйдут, допустим, с эфира или с эфира классик. Больше шансов будет зарабатывать. Да. Вообще, в прошлую криптозиму сложность падала. Возможно, что и сейчас будет то же самое. Да. Смотри, с точки зрения инвестирования, если сейчас купить, допустим, вот это оборудование, вот это прям за миллион, то есть как бизнес, как машину покупал, кто-то ее продавал, с большой долей вероятностью через год это будет стоить дороже, чем 1 миллион рублей. И как минимум, знаешь, что может получиться, как минимум, что вы свои деньги с точки зрения покупательской способности сохраните. Да. Да. Это не говорит о том, что прям, ну хотя, слушай, как показывает практика. Такое было уже несколько раз. Ну вот если сейчас за миллион взять, потом B14 найдет, это опять будет стоить 2-3 миллиона рублей. 2-2, ну ты скинешь там за полтора, хорошо, ну 500 тысяч ты заработал. Вот ты, по крайней мере, с точки зрения покупательской способности хотя бы сохранил, потому что сохранить был миллион и стал миллион, это не сохранить деньги. С точки зрения покупательской способности ты потерял деньги. Поэтому можно ли сейчас заходить, вопрос, да, конечно, можно, но все-таки нужно понимать, что это не последние деньги 100%. Максимально подготовить себе, что будет, ну это как РНТВ, знаешь, что будет реально не очень хорошо. То есть мы сейчас переходим в шестой тех уклад, о котором мы говорим, то есть сейчас, в принципе, вся экономика мировая меняется. И будет очень больно всем. Всем будет очень больно. Вопрос, готов ли ты к этому, да, то есть вопрос, а ты там минимизировал там свои затраты, да, то есть максимально используешь эффективно свои деньги, а если у тебя в случае форс-мажоров на что-то там где-то пережить, да, и сейчас залетать на всю котлету в крипту или в манинг, ну это без разницы, то есть смысла нет. Но есть возможность, да, там у тебя, это очень хорошо, мне кажется, знаешь, для тех, у кого там, допустим, бизнес не пошел и он в связи с тем, да, особенно там с какой-нибудь туристической темой, да, то есть какой-то у тебя подолой, ну получилось там продать этот бизнес, его кто-то купил, да, вопрос, там, эти деньги можно инвестировать и интересно инвестировать в те индустрии, которые будут востребованы в Web3. А Web3 это один из видов, это все IT профессии, майнинг, все, что связано, там, маркетплейсы на блокчейне какие-то, сейчас уже ведутся переговоры. Ну вот скажи мне, а вот, вот вы как аналитики, вот принципе, считаете, вот крипта на долго вообще входит в нашу жизнь? Ну, это вопрос 5-3 лет или это… Да нет, это сейчас, да, блин, ну это все, на всю жизнь, да, заходят, то есть вопрос, только, как я немножко перефразирую, да, это вот как только интернет, когда появился, Web1, да, то есть там же, по сути, там ничего с ним нельзя было делать, то есть бизнес не мог делать на этом, да, то есть не мог там пообщаться, заказать, там просто поисковик работал. И все, это просто другой интернет будет, он будет более децентрализованный, но это не значит, что он не будет контролируем, он будет контролируем. И потом сейчас просто другая модель вообще жизни будет, вообще другой мир будет, а другой мир будет благодаря технологиям блокчейн, поэтому отвечая на вопрос, будет ли из этих будущее, конечно, будет, то есть это и будущее уже создается, но как показывает практика, нельзя там допустим, мировая практика, я сейчас говорю, если макроэкономику убрать, не бывает такое, что переход на что-то новое происходил без кризиса, всегда будет, ну, всегда кризис, поэтому я думаю, такая прям, годик будет тяжелый, ребят. Вань, ну и не буду тебя больше мочить, финальный вопрос, как ты считаешь вообще будущее майнинга в России и в частности, вот мы сейчас зашли, да, вот в эту тему, а не обесценится ли это железо, вот будет оно что-то стоить там через год, через два? По вере вашей да будет вам. Спасибо. Нет, ну если так по-серьезке, да, но если опять-таки вернуться назад, о чем мы говорили, то есть кризис, Китай, Тайвань, Тайвань один из главных производителей микрочипов, микрочипы на Нионе в России, он подорожал 9 раз, поэтому сейчас вот эта ситуация начнется, будет, это вспоминаю, что там сейчас специальные компании будут к концу года разгонять, разгонять нечего будет, потому что логистика нарушена будет в случае санкционных каких-то политик, со стороны Америки в сторону Китая, да, что уже происходит, плюс кризис по микрочипам, поэтому вполне возможно это оборудование банально будет в таком дефиците, что ее рыночная цена может серьезно вырасти, то есть в ближайшее время, такое тоже может быть, то есть надо оценивать, что кризис логистики и именно микрочипов, даже с учетом хорошей логистики, уже нарушен, потому что Россия не может в том объеме поставлять с санкциями, да, ну не он, который нужен для производства вот этого микропроцессора. Ну да, но мы сейчас, да, уже в кризисе, да, полупроводников и он разгоняется. Подытожим, Вань, спасибо тебе большое, что ты пришел, спасибо тебе за ту информацию, что ты дал, спасибо вам, что посмотрели и если этот ролик вам понравился, поддержите нас лайком, не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, подпишитесь на канал и еще момент, давайте так, если этот ролик наберет 500 лайков, мы сделаем разбор, либо мы сделаем разбор по именно переливам, уже вот к нам приедет Ваня, либо Денис Тригун, и мы разберем в целом ролики, как вообще заниматься этим переливами, как приумножать свое намайненное даже в криптозиму, либо мы можем сделать ролик глобальные тренды ближайшего там десятилетия. Напишите в комментарии, что вам больше будет интересно и лайк. Либо третий вариант, кстати, я предлагаю сделать. Давай. Да, третий вариант, если интересно, вот эта оцифровка системы перелива, мы, в принципе, и так, ребята, сделали, просто вы поставьте там лайк, рекоменд, а то, может быть, вообще это вам не надо. Да, если вам нужен такой инструмент именно по переливам, который будет работать с одной кнопки, тоже пишите в комментах, насколько это будет вам интересно. Да, поэтому добра, любви и счастья, побольше биткоина. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок